всем привет меня зовут артур и мы продолжаем страдать вора но перед тем как мы с вами продолжим а я бы хотел бы вам порекомендовать сделать чаю накрыться пледом выключить везде свет если у нас включен и наслаждаться просмотром я на этот раз себе решил помимо того что я сделал себе чай я решил еще и накрыться пледом просто решил здесь я максимум уюта максимум комфорта так тихо 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 титом шляется тогда к сверим сидим с находимся мы находимся вот здесь так можно пойти сюда здесь меня как раз только что подстрелили кстати говоря да на этот раз я записываю немножко по-другому раз те говоря помню мы поняли шумих мы вообще находимся такой уж и на ситуации такой ну и хрен с ним видел что-то ну и ладно короче да я записываю сейчас с перерывом то есть я не прошел взахлеб сразу все все всю миссию допол перепрыгнуть ой как светло как светло кто там пойдешь со мной я кого-то все-таки там поставил на уши куда нас занесло в итоге не помечено и я не знаю что это такое нет банан тебе я вор а не воин прикинь если он сейчас пойдет сюда кнопочку включать не понял твою мать как все мягко говоря не очень стри стали такие оба смотрят что я могу сказать ну трындец да вылезай не бойся выходи и дерись я один стоять вы не не никому не доложите я сказал никому нет не да открой двери так потух куда этот убежал твою мать все все плохо мы подняли на уши весь банк походу сейчас сраные роботы короче пока что вроде бы как мы не проиграли как мы не проиграли может продолжать у нас такого глючика еще нету слушай может быть мы не подняли на уши весь банк может быть мы подняли на уши только исключительно этот о смотри она успокоилась ну ладно значит можно продолжать все таки так действовать долбаные роботы у нас с ними будут особые проблемы а чё не стали задницы в этом к подсовке странные машины ладно пока вроде живем я даже рискну сделать вот так я кстати говоря кажется ошибся наверное это не здесь то самое место о котором я говорил имеется ввиду поджима штуки подойдет по-моему нет не тут тот самый камин который открывает проход к зумби я могу ошибаться конечно может быть может быть где-то он все таки здесь есть но по моему все таки это не то место окна в бане идем сюда так подсовка до коридорчик который у нас выведет в большой зал в подвал и здесь блин здесь такая куча мест куда можно пойти на самом деле я сейчас спешу я вот определенно спешу гораздо выгоднее в нашем случае будет конечно посидеть подождать этот товарищ пройдет здесь еще разок чтобы можно было выпустить ему в спину стрелу во 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 потому что спри какая у него пушка на этом мне мало не покажется если он решить не шмальнуть я кстати говоря выстрелил в того мелкого мелкого робота два раза в тот момент когда ему по идее должно было хватать и одного чаючек прогреть себя изнутри а плит снаружи не не знаю мне прям такое настроение хорошее на комфорт пробивает тоже там какая-то подозрительная ваза есть мнение что если я за ней полезу то я ни хрена здесь не кроме собственно обычные вазы ну понятно да по идее мы здесь можем получить очень много всяких сокровищ денег поэтому надо быть внимательнее банк здесь кучу всего такого может быть а какого черта посмотри везде деревянный пол и кусочек кафельного в чем прикол это чтобы чтобы роботы другие отреагировали на то что я подхожу к столу специально так аккуратно слышу где-то здесь прямо так я могу здесь выключить свет но если надо быть внимательнее еще в том плане что не могут висеть прямо здесь где-то еще короче говоря кругом но я так и не понял мы сами подняли окончательно тревогу там или нет почему она сама затихла ох ёлки-палки сколько их здесь смотри одна вторая три четыре четыре камера охраняет угла главный код да это же да это главный вход а здесь получается сидят сами работники и принимать люди понятно чего здесь так до хрена всего нет а ну давай попробуем я хочу поспределить вот оттуда смотри сколько их тут ой короче понятно ладно я могу только догадываться какие здесь стоят очереди в дневное время в рабочие вот прикиньте какой ущерб в принципе понесет банк после того как его грабанет гард то есть гард вынесет отсюда что отлично гард вынесет отсюда столько сколько уместят его карманы по сути а банку потом что банку придется по идее возмещать весь ущерб людям хотя кого это парит нас это определенно не парит нас в свое время кинул сам трикстер пообещав нам золотые горы в итоге отнял нас глаз то через что мы прошли мы обязаны быть в золотых горах лично на самом деле не смотря на все мы находим подозрительно мало сокровищ так короче куда можем пойти можем пойти сюда можем пойти давай пойдем в эту сторону уже закрасим здесь оставшиеся кусочки надо найти место которое отключает все таки всю эту охранную систему если здесь такого а слушайте я знаю что можно попробовать сделать смотрите от каждой из таких голов выходит вот такой проводок то есть если я пойду по проводку возможно я дойду до места в котором можно отключить все это дело то есть что нам нужно сделать ну давай посмотрим что у нас здесь на втором этаже это мы с вами попали на первый я вроде бы там где-то слез до зала заседания вестибюль купол вот комната охраны нам надо подняться в комнату охраны мы находимся сами где-то здесь второй третий зал статуи это тупо крыша короче я считаю что чтобы все было хорошо нам нужно с вами подниматься в комнату охраны там искать панацею от этих роботизированных устройств а только потом спокойно здесь уже начинать заниматься своими делами обалдеть они даже используют старомодный светильничек я надеюсь я не пожалею о том что еще сделаю панацею от этих роботизированных устройств шум прекратился ерунда а ну давай иди сюда и я отправлю тебя в мир сновидений и сволочь в такие моменты когда вы ждете кого-то свою жертву просто чай это вот вот то что надо в этот момент кстати говоря было замечено что они у нас тут какие-то какие-то ой еще секундочку ноги начинают неметь было замечено что они у нас тут какие-то очень термоядерные все эти охранники где-то я слышу определенно по моему прямо вот тут вот справа да о господи оно там еще и не одно ладно поваляйся пока здесь короче было замечено что у нас здесь охранники какие-то чертовски термоядерные то есть они говорят они не были такими ранее вполне вероятно что это заслуга hd мода нашего что невозможно тут переделали этот момент мне показалось что я что-то видел какие тебе показалось оууууууууууууууу Но почему-то оно постоянно происходит именно так? Вроде все спокойно, да? Более-менее. Сейчас тихонечко. Абсолютно без лишних телодвижений. Тихо-тихо, только не топни по кафелю. Спустим вниз этот кусок тела. Тихо. Давай кинем его здесь. Тихо-тихо. Тихо-тихо. А ну давай попробуй. Не, я не попаду. Не попаду. Слишком крутой угол. Можно его попробовать. О, вот так. Можно, конечно, было бы его попробовать испугнуть. Твою. Ты хочешь, чтобы я повторил? Я повторю. Я сейчас... Сейчас я себе, сволочь. Как они вообще слышат? Ладно. Я не даю отключения. Ладно, что раз с ним? Ну и вов бане. Давай лучше пойдем сюда. Нам надо добраться до комнаты охраны. То есть, где мы сейчас находимся? Мы сейчас находимся вот здесь. Вот, да? То есть, мы под... Нет, подожди. Мы находимся... Здесь, получается. То есть, чтобы добраться до комнаты охраны, мне нужно обязательно пройти... Эй... Мне нужно обязательно пройти через то место. То есть, это абсолютно противоположное. Подсветительные стрелочки всякие. Ладно, короче. Давай сходим сюда. Слушай, а здесь можно, наверное, поживиться с чем-то. Ой, 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 ой. Что это? Ой, 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 ой. Ой, ой, ой. Ну почему? Почему оно именно так происходит? Я так ломлюсь в эту комнату охраны. В итоге окажется, что там нет ничего, что нам может помочь. Ага, давай аккуратно. Тихо, 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 тихо. Так, сюда, через мустик и в комнату охраны. Прекрасно. Так, пускай оно провернется, потому что если я сейчас пройду, увидит по-любому. Пошли. Хорошо. Упс. Смотри, как это быстро крутится. На самом деле, я не ожидал увидеть, на самом деле, абсолютно не это. Я ожидал увидеть, да, нечто другое. Так, давай действовать быстро. Как только этот ублюдок снизу отвернется, мы сразу дадим драпако направо. Ты ход моих усилий, иди за мной, не вся сеглядывай. Ну, поедем. Ну, ты дошли. Свои слава. Ты дошли. Нет, мне больше нравится в ночном дозоре. Ночью тихо, и не нужно постоянно кланяться начальству, и банковские клиенты не достают. Позвольте мне помочь донести ваше золото, ведь оно такое тяжелое, тяжелое, леди в саду. Да, и ночью нет начальства, которое могло бы нас подслушать. Да. Капец. Через комнату охраны мы с вами можем попасть в хранилище, которое нам, по сути, и надо. Но, чтобы в него попасть, нужно быть на первом этаже этого первых. Короче, я не знаю. Я не вижу здесь кнопочек, которые помогли бы нам выключить охранную систему. Может быть, оно там где-то. Так, надо быть внимательней. Здесь сейчас может пройти робот, скорее всего, он выйдет через эту дверь. Ну, кто, кто, вот... Я не понимаю. Вот этот человек сидит, работает сразу перед... Под этим люком, что ли? Кафель поставили еще. Жилет. Все сразу. Большой недостаток, конечно, всей этой... А давай попробуем на стол запрыгнуть. Но если я не запрыгну... Я... Ой, как пожалею. О-о-о-о-о, отлично. Самый большой недостаток этой новой сраной секты, механиста, в том, что они, сволочи, кругом используют металл, чтобы его... Если по камню мы могли еще как-то передвигаться, то по железу так просто хрен бы передвигаешься. Ну, хоть и девочки оказались на том. Спасибо. Это что? Это камень или это... Да, это камень. Подожди, ключ... А, антипозитные ячейки. Понял. На самом деле, это довольно жесткая миссия. Ай, я понял, когда мы с вами вышли. Я понял. Довольно жесткая миссия, говорю. Я ее... Вот, припоминаю, смутно, но... Помню, что я на ней залипал в свое время долго. Ладно, короче, давай методично потихонечку вырубать всех. Это все равно надо делать. Не хватай. Так, я так... Господи. Как я перепратился. Я думал, что уже оттуда кто-то вышел. Наши удачно вполне могло такое произойти, на самом деле. Где-то робот тут проходил, я не понимаю. Он тупо мне в этот... в нос уперся, а вот... Где он делался сейчас, я не понимаю. Куда он ушел? А, может быть, это тот самый, которого я нагнал? Вариант. Так, это большой зал. Можно там товарищу на голову упасть и вынести его к чертове матери. Что это было? Подожди, камера отреагировала на... на что? На звук? Серьезно? Ты только посмотри. Они поставили вот эту вазочку для того, чтобы я ее обязательно забрал, но... решили доставить мне проблем с помощью этих странных камер здесь. Не думаю, что это будут проблемы при наличии водяных стрел, но... черт подери, они кончаются. Я не смогу теперь тушить... Я не смогу теперь тушить роботов. Так, надо проверить статуи. Статуи вполне себе может тоже что-то быть, мне так кажется. Тихо-тихо-тихо. Тихо-тихо. Говорят, кстати, что хамериты они не подвержены гнению. Они, скажем так, они стали просто... В глазах вот этой новой секты хамериты, этих механистов, они стали просто своего рода изгуями, то есть теми, кто... Консерваторами, короче, теми, кто просто не могут принять прогресс и тому подобное. То есть я просто читал где-то, что они... Мне что-то послышалось. Чуть я не послышалось. Забудь. Я просто читал, что они подвержены гонению, но я не знаю, может быть, я что-то не то прочитал. Так, этого робота я бы вырубил к чертаматере. Он же, когда нас видит, он начинает паниковать, да, он начинает бежать, потому что вот тот робот меня смутил, который нам в лоб упёрся, он меня смутил тем, что он ничего не предпринял. Вроде как он меня и увидел, но он ничего не сделал, что-нибудь сломанный. Парсел. Я слышал о манечике с центральной улицы, которая предлагает хорошую цену за полупинсовики, отчеканенные больше 20 лет назад. Что-то там насчёт чар на удачу? Наверное, в последние пару десятков лет удача в городе была сильно так себе. Что думаешь, если мы вдуём, пройдёмся сегодня после работы через хранилище полупинсовиков? Уилл. Так, давай действуй здесь быстро. Робот либо оттуда, либо оттуда сейчас припрётся. Хватаем всё, что видим. тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Так, где мы сами есть? Можно попробовать пройти вот через эти места. Капец! Здесь можно лазить до посинения. Опять дверь с двумя ручками. Так, а я понял. Дверь, которая не открывается. Это которая? это который вот это значит что мне не нравится что мы сами начали изучать это тело со второго этажа хотя с другой стороны мы сами влезли через крышу это не то чем я думаю это то чем я думаю почти знаете что я пока буду избегать роботов будем тратить эти водяные стрелы только при необходим только при необходимости так мы с вами были там внизу между прочим я вас поздравляю кажется мы дошли туда куда я так сильно хотел есть мнение что вот там нет 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 ублюдок нажал на кнопку да иди ты в баню я не могу понять на что у меня проселка что ли тихонечко бочком хватаем и уходим тоже бочком так так прекрасно не тупы еще чем пишу юга он вернулся я понял этого все таки меня увидел через окно аккуратно во Я думал это деревянная кнопка. Но он вроде не услышал ничего, да? Фу, ну я вас поздравляю. Здесь хотя бы знакомые более-менее места. Там мы с вами вперлись. Наконец мы можем что-то делать. Должен признаться, мы сделали с вами откровенно Жесткий путь Имеется в виду жесткий круг Так, сейчас Водяные стрелы на основе золотом Вырубаем пока мы столько больших И только самое необходимое Этого ублюдка по любому надо вырубить Потому что он здесь мне очень сильно мешает Очень Подсовка, отлично Здесь если вдруг произойдет какая-то лажа Можно будет наверное затихлиться Никто тут у себя никакие Секретные кнопочки в стол не вмонтировал Это надо смотреть у начальства У начальства в кабинете Надо смотреть Так, это мы с вами здесь Я понял Всем клиркам Это не былочное Мы не накидываем лишнюю монету На каждую дюжину Все персональные книги Отчетности будут проверяться И еженедельно Хватаем все Наверное это место работы Здесь в этом банке Наверное очень жирное Наверное чертовски солидное Есть мнение Что тут Каждый кто работает Имеет Очень неплохой кусок Так Тихо Горожанин? Что сделал Горожанин? Я могу закончить работать с бумагами Ротшильда? С помощью волшебной палочки Что ли? Сэр Нам не сообщили Что кто-то из банкиров Останется Работать в офисе В такое время О, правда Это просто прекрасно Пожалуйста Расскажите мне более подробно Об обязанностях охраны Вы знаете О смене караула? Убирайся из моего кабинета Я найду тебя Ты только подожди немного Ой Я был вынужден В очередной раз Вот об этом нам и говорят Они термоядерные С тыла Это и как-то Среагировать Имеется ввиду В камере Все Они сразу начинают Поиски Это круто на самом деле Это очень круто Но неожиданно Слегка Так Значит здесь еще Кто-то остался работать Допоздна Надо зайти к нему в кабинет У него определенно Должно что-то быть Интересное Какие-то может быть Ценные бумаги Или может быть Какая-то кнопочка Которая здесь Все к чертой матери Выключит Если он остался работать Допоздна Скорее всего Это Значимый Товарищ Возможно Начальник какой-нибудь В последнее время Тем более у него свой кабинет В последнее время Я частенько задумывался Отчего Главный банкир Тайлер Находится в таком Расположении духа Часто он приходит Поздно Или вообще Не приходит Растерял свою Былую живость Уже несколько недель Он похоже Чахнет и хандрит И совсем Упал духом Хотя он уже прожил Лучшую часть жизни К его карьере Это не относится Со временем Он мог бы достичь Очередной вершины Власти и богатства Поначалу я думал Что он в отчаянии Из-за того Что банк не смог Уловить ветер Экономических перемен В городе В городе так чутко Как могло бы быть Те перемены Отмечают Благоприятные Благоприятные возможности Для получения богатства Которые мы упустили Я думал Возможно Мастер Тайлер Ошибочно Взял на себя Эту ношу Винить себя В нерадивости Но теперь я боюсь Что его положение Еще хуже Что какие-то Невзгоды Свалились на него Или его Семью Так значит С их талером Что-то не так О Ключ который мне нафиг Не нужен Спасибо Так Давай-ка мы Наверное Заглянем Сначала сюда А теперь Можно заглянуть В кабинет Помню это место Кстати говоря Я прям Прямо вот Вижу Как я убегал Когда-то От робота Забегал Запрыгивал На эту На этот парапет Я помню Эти мгновения Прекрасные Смотри Он врубается На кнопочки А мы скупили По-моему Все водяные стрелы Да Когда сюда шли Тихо-тихо-тихо Давай Бачком Бачком Потихонечку Ключик Все Вот теперь Ты пожалеешь Что ты не ушел Домой Подождите Здесь ни черта нету Что за Странно Очень странно Так В итоге Это мы были здесь Кошмар Просто какой-то Кошмар Мест Тьма Слушай А может быть Каждая камера Выключается На кнопочке Рядом Может быть Достаточно Просто подойти И Осмотреть Внимательнее Места возле Сколько у вас тут Смотри От каждой камеры Чисто теоретически Должен Я не смогу Здесь пройти Если не отключу Систему безопасности Именно Что мы будем делать Первое Что нужно сделать Отключить Систему безопасности Чтобы отключить Систему безопасности Нужно понять Куда идут провода Смотри Они все соединены Одним Ого Они все соединены Одним проводом Видите И сигнализация То есть Срабатывает Голова Срабатывает Сигнализация И здесь У нас идет Сплетение Этих проводов Которые Идут Вот Туда То есть Мы сейчас Все У меня появился план Мы сейчас спускаемся Вниз Пытаемся Найти это сплетение Из Вестибюля И будем смотреть Куда Оно у нас В итоге Должно привести Слушай А может быть Вот это оно Наверное да Смотри Оно идет Оттуда Идет вверх Во Во Отлично Слушай Нам надо наверх Все Это похоже На план Я вас поздравляю Мы знаем Что делать Нам надо Подняться выше Для начала Если мы Отключим Систему охраны То считай Банк В наших руках Я даже Не побьюсь Сказать этого Слова Что мы С вами Поимеем Банк Тихо Давай Откроем Только одну Дверь Надо Как-то Выбираться Наверх Спасибо Дорогие Коллеги Банкиры За то Что пришли Сюда Сегодня Спасибо Тебе Дед Тайлер За то Что выбрал Меня В качестве Того Кто Займет Пост Главного Банкира Потому что Он знает Как и все Вы Что я Лучшим Образом Буду Работать На этой Работе И что В моих Заботливых Руках Первый Городской Банк И траст Будет все Более Улучшать Своё Выдающееся Положение И богатство Города Наши Драгоценные Клиенты Продолжают Наполнять Наши Сейфы Ихними Ихними Серьезно Их Богатствами Которые Мы Используем Для получения Большей Прибыли Чтобы Улучшать Наши Заработки И Наши Услуги Для наших Клиентов Которые Всегда Улучшаются Вот Все Это И должно Быть Внимание На важных Для нашего Банка Вопросах Которые Являются Нашими Целями Зарабатывать Деньги И Угождать Клиентам Зарабатывать Деньги Блин Хоть Один Человек В мире Не думает О том Чтобы Имеется Ввиду Не думает О деньгах А Так Я ухожу Далеко Надо искать Лестницу Только Я хотел Немного Вздремнуть Пожалуйста Спи Я тебе Мешать Не буду Я далеко Ушел Нужно искать Лестницу Лестница Находится Где-то Сзади Еста О Смотри Тут Что-то Интересное Определенно Что это Такая Это Ведет В какую-то Закрытую Часть Там Походу Нету Выхода Ни в Купол Ни в Хранилище Да Что-то Интересно По-моему Я оттуда Пришел Да Так Так Пост Охрана Понял Пост Все охранники Вообще Как Они сильно Перепаразятся Если увидят Что Что У них Отрубились Все Роботы Потом Сейчас Садим Я не знаю Меня сейчас Тянет Во всякие Неизведанные Места Я Действую От них Неправильно Нужно Рискну Нужно Идти Искать Подъем Наверх Так Это Получается Где мы Находимся Это Вот здесь Систему Ведем Сюда Сюда Нам Надо Здесь Мы Поднимаемся На Третий Этаж Выключаем Охранную Систему И Все Дело В шляпе Тем Более Мы уже Полбанка Перебили Походу Эй Вот так Не для нас Закрыты Гвери Давай Рискнем Это Очень Тупо Я Знаю Я Знаю Но Это Нужно Сделать Есть Хорошо Хорошо Все Так 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 Все Мы здесь И ходим Нам Надо Найти Вот По-моему Вот Это Место Да Это Мы Сейчас Находимся В зале Статуи Я Не вижу Этого Хомута Так В контору Службы Безопас Во 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 Отлично Наверное Где-то Здесь Должно Быть То Что Нам Нужно Да Ага Прекрасно Просто Отлично Ой Он Задет сюда Интересно Или нет Он Уже Близко Надо Прятаться Что Это Там Такое Тюц Просто Ляжь Подремай Пока Я буду Заниматься Своими делами Смотри Сюда Можно было Заглянуть С той стороны А по-моему Там Не Не Было Видно Что Здесь Прискло Или Я просто Не Обратил Внимание Меня Аж Могли Увидеть Через Окно О Кстати Говоря Помните Эту Картину Мы Сами Видели В Первой Миссии Я Не Мог Понять Что Вот Это Такое Вот Это Это Просто Шкура Волка Собаки Я Не Знаю Она Стоит На Шкуре Вот Что Это Было Я Думал Это Какой-то Призрак Я Не Знаю Запечатлен Все Что Угодно Это Казается Волк Все Это На Все Так 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 Вот Она Контора Стоит Безопасности Ну Естественно Она Закрытая Но У меня Есть Ключ Жалко Что Это Роботов Не Вылечит Это Выключит Камеры По идее Но С роботами Придется Конечно Погеморгуриться Я Понять Не Могу Он Внизу Ходит Или Он Вокруг Ходит А Он Внизу Ходит Тут В Конторе Никого Нет Это Это Вообще Отлично А Так Удобно Работать Спиной Ко Всему Коллективу Я Предпочел Пересесть Сюда Раз Так Дела У них Вообще Так Странно Столы Расположены От Брата Ордхэма Из Ордена Механистов Дневной Порт Энджел Вач Капитану Блуву Охрана Первого Городского Банка И Траст Северный Квартал Дворянский Бульвар 100 Капитан Блув Факт Надежность Банка Твоего Вдвое Нет Вдесятера Возросла По сравнению С предыдущими Месяцами Но Платишь Ты Ныне Куда Меньшему Количеству Охранников Людей За Несовершенное Их Усилие Обязаны Этим Фактом Нам Ибо Мы Орден Механистов Истинно Верим В щедрость И благородство Тем Тем Патче Когда Открывает Это Учий Обывателям На ценности Великолепных Наших Нововведений Даже Если Ситуация Не Способствует Выгоде Взаимной В силу Вашесказанного Великое Страдание Причинило Мне Прочтение Того Что Веришь Ты Будто Уровень Охраны Банка В настоящее Время Является Достаточным Для Плана Что Обрисовывал Я Тебе Несомненно Требуется Больше Охранных Машин И гораздо Большая Тщательность В Дислокации Нежели То Что Есть У тебя Ныне Мы Орден Механистов Почувствуем Достаточную Уверенность В безопасности Ценностей Наших Лишь Когда Ни одного Человека Не будет На службе Банка Для Этой Цели В частности Ты Продолжаешь Протестовать Против Предложенных Изменений Костащихся Двери Хранилища Так что Теперь Я Уделю Время Тому Чтобы Дать Тебе Наиболее Полное Объяснение Почему Должна Она Быть Заменена Как Было Установлено Прежде Нынешний Замок Твой С Часовым Механизмом Несет Себе Риск Для Безопасности Ибо Находится Вне Хранилища Установив Его Таким Образом Хамериты Избрали Компромисс Обеспеч Обеспечение Безопасности Ибо Невозможно Будет Снова Открыть Много Происходит Искусство Молотов И Посему Часового Замка Нашего Масса Резидерных Механизмов Любой Из которых Может Послужить Открытию Твоей Двери В Хранилище Если Все Это Слишком Сложно Для Тебя Просто Пойми Следующее На сей Момент Возможно Манипулировать Замком Дабы Добиться Открытия Хранилища Вне Расписания У Нового Замка Не Будет Столь Прискорбного Изъяна И Следовательно Не Будет Шанса На Критический Сбой Механизма В Течении Месяца Пошлем Мы В Твой Банк Команду Инженеров Дабы Улучшить Часовый Замок И Произвести Осмотр Размещения Твоих Охранных Механизмов Я Рассчитываю Что Больше Разногласия Не Будет Твои Патроны И Администраторы Без Безопасности С уважением Брат Портхэм Получается Что механисты Тоже имели Какие-то Свои Технологии Я Думал Что Они Из Технологии Умеют Только Молоты Выплавлять И Все Да Нет Они Все Таки Маломальские Какие-то Механизмы Так Мы Это Читали Да Так Попроси Как На Блоф Не Стучится На Счасть Вы С Полно Нет Мы Это Не Читали Меня Так И Подмывает Попросить Капитана Блоф Не Служить Начальство И Выдать Сполна Этому Распорядому Брату Ордхэму То На Что Напрашивается Всякий Раз Как Приходят Они С Встречи А Блоф Точно Загипающий Чайник Следуя Приказам Обращается С Да Да Как Мы Да Как Мы Демонстрируем Такую Недальновидность А Капитан Блоф Только Слушал Докивал За Те 6 лет Что Я тут Работаю Не Было Ни Одного Проникновения Через Систему Охраны Недальновидность Ага Как Ж Мне Кажется Что После Проникновения Гарета Сюда Проникновения Вестибюля Это Только Вестибюльные Камеры Что Ли Плохо Говорю Что После Того Здесь Побывает Гарет Скорее Всего Штат Сократится Знатно Так А Зачем Мне Проходить Через Вестибюль Допустим Я Вырубил Там Охранную Систему Но Смысл Если Я Могу Обойти Вестибюль Давай Погодим Еще Здесь Есть У меня Мнение Что Здесь Что Может Быть Вот Это По-моему Нажимается Если Она Нажмется Хрен Узнает Что Произойдет А Давай Нажмем Здесь Нажмем На Хребен Б��� Вести Это Это К Субтитры создавал DimaTorzok